Какую специальность нужно получить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Ответ на этот наболевший вопрос сегодня смогли получить ученики 9-11 классов на традиционной ярмарке «Выпускник». О том, как будущие студенты ищут себя и свою профессию в сюжете Карины Баталовой. Здесь рисуют, вышивают, оказывают первую медицинскую помощь и даже показывают опыты. Все, чтобы будущих выпускников привлечь на сторону своей профессии. Более 40 учебных заведений представили информационные стенды и своих лучших студентов. Курбан Магомед показывает, чему научился в УЗИ. Эту лабораторную установку он разработал сам. Это установка для изучения явления электромагнитных индукций. Вот вы можете наблюдать за тестером. Вот с помощью этого магнита там образуется ток. Много зарабатывать и быть успешным, пожалуй, это главный показатель при выборе будущей профессии. Сейчас, по уверениям специалистов, наиболее востребованы технические и рабочие профессии. Век информационных технологий диктует свои правила. За них борются и у них очень большие зарплаты. От 40 тысяч зарплата начинается для такого специалиста. Мастера, которые могут работать на станках с числовым программным управлением. Это очень востребованная профессия, потому что у нас есть большой завод «Дагдизель», у нас есть КЭМС, Каспийский завод. Понимаете, и на эти большие предприятия нужны профессионалы именно своего дела. Юристы и экономисты не востребованы. Именно этим специалистам сложнее всего найти работу. И все же, то ли по инерции, то ли из-за престижа поток желающих не иссякает. Все так же популярны медицинские учебные заведения. Благо врачи нужны всегда. Больше всего не понравилось, как меня научили реанимировать человека. Например, бывают ситуации, когда человеку станет плохо. И благодаря девушкам, которые меня научили, теперь я смогу реанимировать человека. Думаю, либо на психолога, либо на пилолога. Мне еще очень понравилась правовая академия. Почему-то медицина и правовое меня очень сильно заинтересовало. И, наверное, я как-то одно из этих выборов. По словам организаторов, участниками ярмарки стало около полутора тысяч человек. Отметим, она проводится в рамках месячника профессиональной ориентации учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.